Здравствуйте, львы! Это прогноз для вас на период сентября 2018 года, в котором я постараюсь рассказать о том, что же ждет ваш солнечный знак, в каких сферах жизни вам должно повезти, должна быть удача и какие благоприятные периоды для этого небеса создают, а в каких сферах жизни, возможно, будут какие-то неудачи и когда они наиболее прогнозируемы. Так, в этом месяце ваш управитель, солнышко, солнце, наше светило, наша звезда, переходит в знак, который для нее достаточно важен. Первый градус знака весов очень важен для солнца, потому что это время энергетического перемены большой и вполне возможно, что конец месяца из-за этого будет таким непростым для многих львов, что надо будет обратить внимание на свое здоровье, вообще, в принципе, там, например, на состояние своего настроения, эмоционального, эмоциональный настрой будет очень важен, потому что здесь могут быть, ну, разные дисбалансы, да, все-таки весы, это про гармонию, это про вот как раз-таки вот этот вот динамический баланс, и вот что-то вас будет выводить из себя, но это только конец месяца. Хотя, наверное, это один из самых важных аспектов в этом месяце, да, что солнышко будет переходить в знак весов и вот будет иметь вот эти пару-тройку дней. Достаточно непростое влияние на все события, которые связаны больше с нашей эмоциональной сферой, чем с материальной, физической сферой. Но начнется все, пожалуй, на достаточно хорошем аспекте. Этот аспект сложится к десятому, ну, где-то к восьмому, наверное, даже к восьмому числу, и вполне возможно, что даже Новолуния захватит этот аспект. Я бы сказала, что вот это время с десятого по двенадцатое число, оно самое для вас вдохновляющее. Вот несмотря на то, что вроде бы Новолуния у нас все-таки в этом месяце такое с натяжкой простое, потому что там есть оппозиция к Нептуну, это уже говорит о том, что, ну, как-то под впечатлением мы каким-то ходим. Немножечко мы с собой недовольны, а может быть и сильно недовольны. У нас есть какие-то разочарования. Но вот в вашем случае это может не проиграться, а проиграться все с точностью до наоборот. Это будет время, в котором будет огромный такой эмоциональный подъем, вы будете вдохновлены чем-то, у вас будет желание просто свернуть горы, и в принципе для этого будут все возможности, потому что Солнце участвует в аспекте миллионеров в это время. Так что финансовые вопросы, вопросы получения какой-то определенной власти, определенного влияния на жизнь вашу и других людей, вопросы каких-то реализации ваших идей, реализации ваших талантов, вообще просто вопрос того, чтобы вас оценили по достоинству, он не просто будет здесь актуальным, он будет решен со знаком плюс, вероятнее всего. Хотя правда до этого будет даже какой-то такой эмоциональный спад небольшой, когда ваш управитель добежит до оппозиции к Нептуну, но это будет небольшой период, и скорее всего он может быть будет связан с тем, что надо все-таки будет как таковой немножечко так поприземленнее смотреть на вещи. Вот все-таки у вас первая часть сентября, первые числа, они такие очень вдохновляющие. Вам легко по жизни идется, у вас что-то там спорится, и вот Нептун немножечко так вот эту вот традицию прервет на время. Но не сильно, это как бы вот время для того, чтобы там прийти в себя, какие-то эмоции лишние отбросить, какие-то ожидания лишние тоже умерить, и уже войти вот в эти несколько дней после этого, то есть в период с 8 по 10 число, эти там 2-3-4 дня, время вдохновляющее очень, чтобы сделать все то, что вы хотели. В дальнейшем идет достаточно спокойный период, середина месяца хороша для того, чтобы реализовывать свои текущие планы, ничего вам не мешает, все зависит только от ваших инициатив. Здесь, ну, сильно больших подвигов, наверное, навряд ли может случиться в этот период, хотя многое зависит от личного прогноза. А вот 20-21 числа будет какой-то коммуникационный взрыв, вдруг появится огромное количество информации, которая просто будет приходить на вас со всех сторон, накроет вас как бы как цунами, будет много новых интересных идей появиться, вы можете познакомиться с какими-то важными для вас людьми в это время. В целом это, наверное, даже серьезное перенапряжение, в вашем случае, тем более оно еще и происходит, это перенапряжение при переходе солнца в знак весов, как я говорила, то есть это вот как раз вот это здесь и так важная точка года, силовая точка года, так и здесь еще и соединение с Меркурием. Так что могут быть какие-то прям, знаете, как новости, которые очень-очень сильно отразятся на вашей жизни. Вот прям ждите каких-то важных новостей, действительно, которые будут для вас такими стратегическими. Оберечь надо нервную систему, потому что Меркурий имеет отношение к нервной системе, к перевозбудимости, и вполне возможно у некоторых львов здесь вот будут сложности, как я уже сказала, с тем, чтобы себя чувствовать нормально, эмоциональный фон поддерживать, такой благоприятный. Ну, что-то вот по ощущениям все равно, что-то будет выбивать из колеи, будет какая-то нервотрепка, много самотухи и хаоса. Он пройдет, этот хаос, пройдет к концу месяца, но нужно будет еще пережить и полнолуние. Опять-таки, обращаю ваше внимание, что в общем прогнозе я говорила о полнолунии, о том, что это полнолуние происходит в первых градусах оси Овен-Весы, и там же будет квадратная эта точка полнолуния от Сатурна. И вот, к сожалению, этот квадрат, он как бы портит всю малину, потому что он очень напрягает оба светила, в том числе и Солнышко. И это опять-таки время, когда вполне возможно даже как бы после такого вдохновленного, там, начала, середины, вот эти 20-е числа могут быть очень такими суматошными, но тем не менее эффективными, будет ощущение, что вас прям вот как бы вот закрыли в клетку, и почему-то движений нет. Очень сильное напряжение, постоянные преграды и препятствия в эти дни. Я думаю, что это вот время как раз с 24-го по 28-е число. Но 28-го, 29-го, 30-го сентября уже время совсем другое. Это время, когда вы можете рассчитывать на большую активность, на даже такое ощущение внутреннего желания конкурировать и побеждать. То есть у вас появится вот это вот желание быть на коне. И благодаря этому желанию может исполниться много того, что вы откладывали в течение месяца из-за каких-то проблем, из-за вот этих текучки, из-за этой суматохи, из-за этого нервного перенапряжения. Вот здесь в конце месяца может прям ситуация разрешиться в вашу пользу благодаря вашей собственной инициативе. Я желаю, чтобы в этом месяце у вас было поменьше напряжения с другими людьми. Потому что интересным является то, что Марс переходит в начале месяца в Водолея, и он будет в Водолее находиться весь сентябрь. А Водолей — это противоположный вам знак. Значит, это символический ваш седьмой дом, дом другого важного для вас человека. И от того, когда Марс идёт там, это, во-первых, динамика со стороны других людей, во-вторых, динамика может быть переходящей немного в напряжение, раздражение и агрессию. Поэтому здесь вот нужно быть очень внимательным для того, чтобы не сагрессировать в определённый момент по отношению к важному для вас человеку. Потому что, в принципе, весь месяц это напряжение, оно как под текстом идёт. Поэтому сказать, что лёгкий месяц, к сожалению, нет. К сожалению, достаточно непростой, требующий от вас дисциплины. И вот самое такое её проявление сильное и необходимое должно быть в дни полнолуния, именно во время 24 по 28 число. Берегите себя, берегите своё настроение и берегите свои личные отношения. Я вам желаю всего самого наилучшего. И до новых встреч.